МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в центре внимания 30-летие налоговой службы Белоруссии. Как менялась система, люди, технология и законодательная база? Удалось ли за это время отрасли сместить акценты с контрольной части функции на доверительное взаимоотношение с плательщиком? Это главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы. Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Дзевойна. Владимир Руссельевич, добрый день. Добрый. Директор бизнес-союза «Конструктивный диалог» Жанна Рогова. Жанна Яковлевна, здравствуйте. Добрый день. Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району Татьяна Осмоловская. Татьяна Николаевна, спасибо, что приехали. Добрый день. И руководителя инспекции по Жлобинскому району с 1990 по 2013 годы Лариса Тепляшина. Лариса Даниловна, добрый день. Здравствуйте. Александр, разрешите? Конечно. У нас сегодня в студии присутствует человек, который отдал не одно десятилетие службе в государственных органах, в том числе налоговой инспекции, Лариса Даниловна, разрешите? У вас вчера был день рождения со словами благодарностями, с пожеланиями крепкого здоровья, жизненного оптимизма, оставаться такой же энергичной, которой вы были, когда действительно работали в налоговой системе и приносить еще вклад в развитие нашей налоговой системы. Я всегда говорю большое спасибо за преемственность поколений. С днем рождения у вас. Успехов и здоровья. Спасибо. Лариса Даниловна, я знаю, что вы отдали отрасли 45 лет, и даже немного больше. Как в далекие 80-е выглядели будни ваших коллег из тогда финотдела Жлобинского горосполкома? Да. В 80-е годы работой по контролю и начислению налогов и доходов занимался финансовый отдел Жлобинского горосполкома. И представьте себе, там было всего лишь два отдела. Отдел госдоходов и бюджетный отдел. Вот этот отдел госдоходов практически и занимался контролем, учетом налогов и доходов. Причем учетом занимался один человек вручную и в журналах. Ну, а остальные работники этого отдела занимались контролем, которые делали проверки в предприятиях и организациях. Они самыми простыми выдались и 90-е. Быстрое развитие региона, быстрое развитие бизнеса. Это время требовало перестроиться и вам? Да. 90-е годы как бы нас подстегивали в работе в том плане, что, во-первых, в городе Жлобине построился металлургический завод. Это очень большое предприятие, на котором работало в то время 15 тысяч человек. Ну, и в то же время стал развиваться частный бизнес. Вот. Люди поняли, что действительно это перспективно, и стали регистрироваться, и, естественно, увеличились очень объемы работ. Сегодня на вооружении ваших коллег современные технологии, которые позволяют совершать большое количество операций, не выходя из кабинета. А что тогда, в 80-е и 90-е, помогало действительно эффективно работать? Вы знаете, эффективная работа зависела от работников, от их профессионализма, от их стремления. То есть технологии хорошо, но все-таки человеческий фактор никто не отменял? Человеческий фактор, он всегда не мешает, потому что вот это взаимопонимание и слаженность в работе, она дала определенные результаты. Владимир Васильевич, в это время, насколько знаю, вы работали старшим инспектором в Осиповическом районе Могилевщины. А чем вам запомнился этот период? Это был 1995 год. Действительно, когда начал работу в налоговой системе, это множество законодательных актов, которые определяли те новые налоги, которые были введены в связи с тем, что Республика Беларусь становилась и стала самостоятельным государством. Не было, собственно говоря, такого централизованного бюджета, как до нашей самостоятельности, и пришлось тогда, в то время, вводить массу налогов. Основным документом, который определял тогда вот эту систему, это был закон о налогах и сборах, взимаемый в бюджет Республики Беларусь. И масса других законов, которые уже конкретно определяли виды налогов. Добавленные стоимости, акцизы, подоходный налог. Масса нормативных актов, которые определяли порядок сборов. Вот мне тогда, в 1995 году, пришлось заниматься одним интересным таким сбором. Назывался сбор на содержание пожарной службы. Вот это настолько, скажем так, трудно методологически он обсчитывался. Здесь налоговому инспектору, экономисту, необходимо было, а тем более не только налоговому инспектору, и бухгалтерам необходимо было обладать не только экономическими познаниями, а обязательно надо было еще знать коэффициенты пожароустойчивости, обеспеченности. Очень трудно он обсчитывался. И меня еще поставили тогда преподавать методологию, рассказывать нашим плательщикам. Изучил много чего, но, в принципе, хорошо, что его в 1997 году отменили. Налог должен быть прост. Его должно просто обсчитываться, и он должен, в принципе, не быть трудоемким. На ваш взгляд, тогда работать было коллегам и вам сложнее, чем сегодня? Вот с учетом того, что технологии сегодня на вооружении, огромное количество онлайн-операций. Когда мы получили средства информатизации, наши процессы, и именно процессы как в налоговой инспекции, так и в процессе и у плательщика, они упростились. Тогда было очень много ручного труда. Вот Лариса Даниловна говорила, очень много ручного труда. Записи в журнал, прием налоговых деклараций. Сейчас, когда человек обладает определенными персональными знаниями, я считаю, что сегодня более продуктивно работать с этими информационными ресурсами. И работа сегодня в части исчисления платежей более прозрачна и, наверное, более легка. И снова возвращаемся в Жлобин. Чуть позже будет понятно, почему так много внимания в этом выпуске именно этому району Гомельщина. Лариса Даниловна, в то время вы руководите налоговой инспекцией крупного районного центра, крупного района. Как в то время представляли, а я уверен, вы думали на десятилетие вперед, инспекцию будущего? При организации налоговой инспекции и до определенного времени арендовали помещения в строительно-монтажном тресте. И когда уже появились у нас новые технологии, компьютеризация и так далее, ну, необходимы были и помещения для того, чтобы все это организовать. Поэтому мы обратились в министерство по вопросу строительства нового здания для нас. Тогда была министром Анна Константиновна Дайко. И она, изучив наши условия работы, дала добро. И мы были включены в республиканскую программу по строительству нашего здания. Татьяна Николаевна, тогда, в 2013-м, вы понимали, что речь идет действительно про инспекцию будущего? Вы знаете, что безусловно. Потому что вся наша жизнь – это движение вперед. Уже в 2009-м году у нас был внедрон электронный продукт, как электронное декларирование, которое упростило подачу налоговой декларации. И если взять со статистики, в 2009-м году этим способом воспользовалось 40 налогоплательщиков. Если брать 2013-й год, то это уже 40%. Данный продукт помогает, во-первых, уменьшить бумажный документооборот. Во-вторых, экономия времени. То есть налогоплательщик, если наступил срок 20-го числа, это срок подачи налоговой декларации, он может до 24.00 спокойно подать декларацию. Дома, не выходя. Подумать, посчитать. Да, совершенно верно. Также в 2013 году уже внедрился личный электронный кабинет, который тоже позволял многие функции делать конкретно со своего рабочего места, не выходя из дома. Поэтому, вы знаете, что я даже не сомневалась, что мы будем идти в ногу со временем. Двигаемся дальше, вот в этом историческом перечислении. В 2017 году в Жлобине первым в области и третьем в стране открывается Центр обслуживания налогоплательщика. Чем существенно выделяется этот Центр и сегодня среди других регионов? Да, Александр, совершенно верно. В июле 2017 года мы были первые, наша налоговая инспекция по Гомельской области, где начал функционировать Центр обслуживания плательщика. Значит, в Центре обслуживания плательщика уже работает новая технология. То есть, значит, какие преимущества? Те преимущества – это экономия времени, это оперативность, это качество обслуживания плательщика, это, скажем так, профессионализм. Значит, в каком плане оно работает? Зайдя в налоговую инспекцию, вас поприветствует администратор зала, проведет вас к терминалу электронной очереди. На сегодня этот терминал выполняют около 60 налоговых услуг. Получив консультацию, значит, у плательщика есть не то, что право, а если есть у него желание, то он может оценить работу налогового инспектора. То есть, установлен терминал качества обслуживания по пятибалльной системе. Также предусмотрен детский уголок. То есть, есть возможность прийти с маленькими детьми. Детей всегда есть чем заняться. Это и почитать сказку детям о налогах, которые всегда там находятся. Это где-то красочно порисовать. То есть, дети иногда даже не хотят уходить с налоговой инспекции. Я думаю, вы не возражаете. Лариса Даниловна, вы именно так представляли в то время налоговое будущее? Приблизительно так. Потому что уже вокруг все развивалось. Все это. И мне, конечно, тоже очень хотелось, чтобы наша налоговая инспекция выглядела достойно. Владимир Васильевич, такие центры обслуживания плательщика со временем должны появиться во всех районах и регионах страны? Сегодня в республике 31 центр обслуживания плательщиков, в том числе 5 центров на территории Гомельской области. Вот как мы уже сказали, это Жлобин, это два центра в Гомеле, железнодорожная инспекция и по советскому району Мозырь, Речица. И в этом году будет введен в эксплуатацию еще один центр в инспекции по Гомельскому району. По большому счету, нет необходимости, наверное, в каждой налоговой инспекции делать такой центр. И скажу вот почему. Задача перед министерством, которую мы сегодня выполняем, это развивать экстерриториальный уровень обслуживания. Сегодня любое физическое лицо может обратиться в любой налоговый орган Республики Беларусь, и ему окажут ту же услугу, которую он раньше мог получить только по месту своей регистрации. Без привязки к месту жительства. Да, да. И на ближайшие 2-3 года стоит в плане развития налоговых органов задача точно так подойти и к индивидуальным предпринимателям, и к юридическим лицам. То есть, имея вот эти центры обслуживания платежщиков в конкретных точках, которые, ну, в принципе, базовые такие точки, люди смогут быть там и, в принципе, получить те услуги, которые мы всегда оказываем по налоговому учету и налоговому законодательству. Я знаю, что для того, чтобы анализировать работу, вы, как управленец, можете контролировать работу прямо в режиме реального времени таких центров, опять же, не выходя из кабинета. Совершенно правы. Действительно, вот новые технологии позволяют делать то, что раньше нельзя было сделать. И сегодня, что хорошее, вот в центре по обслуживанию платежщика, когда происходит прием, ведется аудио-видеозапись. И в удаленном доступе можно и увидеть человека, и прослушать, как налоговый инспектор, вот должностное лицо, консультирует или дает какое-то разъяснение или помогает там при подаче декларации что-то заполнить, чтобы видеть, насколько качественно оказывается эта услуга. И мы всегда, и в последнее время, это уже более так часто, говорим о том, что налоговая инспекция это организация государственная по оказанию услуги по приему налоговых платежей. И мы себя ассоциируем сегодня именно не как фискальная, какая-то силовая структура, а как структура, которая оказывает гражданам Республики Беларусь услугу. Пандемия 2020, думаю, все согласитесь, внесла свои коррективы во все без исключения сферы жизнедеятельности, а вот как много операций сегодня и налоговики, и налогоплательщики могут совершать, не встречаясь. Никаких сложностей больших мы здесь не испытали. Тем более предпосылки, мы об этом уже говорили, были еще в 2013. В 2009 году, когда мы начали взаимодействовать с нашими налогоплательщиками электронным образом, представляя налоговые декларации. Более 90% у нас сегодня юридических лиц, индивидуальных предпринимателей представляют и могут получить электронные услуги в электронном виде. Это более 60 видов услуг сегодня мы оказываем именно через вот такое взаимодействие, через электронные взаимодействия. В том числе, например, 17 услуг получают индивидуальные предприниматели. Вот в сельской местности, в небольших районах уровень взаимодействия в процентном отношении даже еще больше, достигает и 99%. Ну вот такая особенность. Парадоксально, но факт. Да, но факт. Поэтому мы, в принципе, были готовы к этому, и я считаю, что никаких таких стрессовых ситуаций у нас не наблюдалось. И еще что хочу отметить. Вот мы говорили об индивидуальных предпринимателях, юридических лицах, но у нас же сегодня в Гомельской области 122 тысячи физических лиц, которые имеют личный кабинет платежи. Это тоже самое взаимодействие. Сегодня человек заходит в свой личный кабинет, ему предлагает налоговая инспекция подать декларацию, и там она уже заполнена. Если есть какая-то необходимость что-то там откорректировать, он подкорректировал, нажал на кнопку и отправил налоговую инспекцию. И вот такое вот развитие, в принципе, опять же, стоит задача, чтобы налоговой декларации в течение где-то ближайших 2-3 лет такую услугу мы могли оказывать и юридическим лицам. Ну то есть условия сегодня созданы, но все ли плательщики готовы к такой цифровизации? Как же общение с глазу на глаз? Не уйдет ли оно в историю? Вы знаете, Александр, мы, наверное, учитываем возможность и желание налогоплательщика. Если немножко возвращусь к нашему центру обслуживания плательщика, там очень хорошая статистика, по желанию можно проанализировать все. И как правило, в основном посещает центр это физические лица, это плательщики имущественных налогов, налог на землю, налог на недвижимость. И не всегда это молодые люди. Поэтому мое мнение, что, наверное, с глазу на глаз мы общались, общаемся и будем общаться. Каким видит развитие отрасли министр по налогам и сборам Белоруссия? Об этом Сергей Наливайко рассказал корреспонденту нашей программы. Давайте посмотрим. Это одна из составляющих важных частей экономической жизни общества, которая позволяет развиваться в стране, поступательно выполнять все социальные программы. Поэтому, конечно, будет совершенство. Мы стараемся, честно скажу, не просто идти рука об руку со временем, мы стараемся немного опережать. Может, это нескромно звучит, но с точки зрения постановки задач мы именно так для себя ставим и формулируем. Что касается совершенствования налогового администрирования, то как раз сейчас, в 2020 году, идет активная работа над стратегией развития налоговых органов на 2021-2023 годы. Если сказать кратко, то мы для себя ставим задачу в 2023 году выйти на предварительное заполнение декларации для плательщиков. 90% субъектов хозяйственников предварительно будут от нас получать уведомления с начисленными налогами и уже их право будет воспользоваться этой предварительно заполненной декларацией или использовать какие-то свои имеющиеся ресурсы. Мы продолжаем. Я напоминаю, что сегодня в центре внимания 30-летие налоговой службы Беларуси. Владимир Васильевич, как за это время поменялось отраслевое законодательство? Действительно, вот если смотреть по прошествии 30 лет, вот за 30 лет 30 налоговых платежей ушли в историю. Вот такое совпадение, да? 30 лет... Возьмемся к упрощению? Да. И сегодня у нас в налоговом законодательстве 8 основных налогов. Есть специфические налоги, например, там для индивидуальных предпринимателей единый налог, упрощенная система для сельхозпроизводителей, но 8 их основных. И вот уход от 30, скажем так, платежей, он упрощает налоговое администрирование и упрощает налоговое законодательство. И отправные точки такие, сегодня можно определить, это 2004 год, 2010 год, когда в 2004 году была принята общая часть налогового кодекса, а в 2010 году особенная часть налогового кодекса, это вот тот нормативный документ, который объединил в себе все виды налогов. Вот это, скажем так, настольная книжка и для плательщика, и для налогового инспектора. Прорывными стали где-то последние, наверное, лет 5-6, когда мы уже говорили об этом, мы ушли в цифру. Вот это еще где-то упростило взаимодействие между налоговыми органами и нашими плательщиками. Сегодня, если говорить об уменьшении администрирования, это уход от ежемесячных представлений деклараций на ежеквартальную или годовую. Это, опять же, перевод в ряда услуг в электронном виде. Поэтому проще налоговое законодательство, легче плательщику, и здесь мы с вами экономим трудовое время и налогоплательщика, и налогового инспектора. Последняя редакция налогового кодекса, если не ошибаюсь, это 2019 год. Какие, на ваш взгляд, из преобразования оказались действительно важными и необходимыми для экономики в непростое время и в 2019 и сегодня? Вы знаете, самое главное, чтобы вот тот нормативный документ, который есть, он был понятен не только налоговому инспектору, он был понятен тому субъекту, который платит налоги. И для субъектов предпринимательской деятельности, будь то это индивидуальные предприниматели, физические лица, юридические лица, основной вопрос это в налоговой нагрузке и в ясности исчисления платежей. Вот когда налоговая нагрузка действительно является оптимальной и действительно прозрачна и понятны все налоговые платежи, это вот есть то, к чему надо стремиться. И ушла после 2019 года, как я говорю, ушли в историю, десятикратная величина начисления налога на недвижимость. Уменьшена ставка налога на недвижимость и землю с 2,5 до 2 коэффициент. Предоставлены льготы в свободноэкономических зонах. Для индивидуального предпринимательства, а это очень большое количество наших индивидуальных предпринимателей, сегодня порядка 30 тысяч уже, есть возможность, работая по единому налогу, выбрать себе систему налогообложения. Или ты остаешься на едином, или ты остаешься на упрощенном, или на подоходном. Эти вот новшества были заложены именно с 2019 года. Что касаемо контрольной деятельности, то здесь проверки не более 5, чем за 5 предыдущих лет. Не пришла налоговая инспекция, прошло 5 лет, все, дальше мы туда не заходим, если, конечно, там есть и каких-то определенных обстоятельств. Это начисление ПИНИ по актам проверки не больше, чем сумма начисленных налогов. Это разговор с добросовестным плательщиком, который может где-то временно испытывать какие-то трудности в части приостановки операций по счетам. Если плательщик исполнял всегда налогообязательства своевременно, ну, случились какие-то временно экономические такие трудности, то операции могут быть приостановлены через 6, на 6 рабочий день или на 11 рабочий день. Это все позволяет сегодня юридическому и индивидуальному предпринимателю принять меры для накопления средств уплатить платежи, но и мы не мешаем, говорится, вести бизнес нашим субъектам. Все это, те самые шаги ведомства по смещению акцентов с контрольной части функции на доверительное взаимоотношение с плательщиком. Вы здесь правы, Александр. И вот, если мы говорим об уменьшении контрольных функций налоговых органов, сегодня в небольших районных центрах, в центрах в структуре налоговой инспекции, а там оставлены управления по работе с плательщиками, это вот, например, как Ельск, Будокошелева, Лельчицы, Карма, Чечерск или отделы по работе с плательщиками, там 5, 6, 4 человека и там совершенно нет людей, которые занимаются контрольной деятельностью. Контрольную деятельность мы сегодня осуществляем в базовых инспекциях, всего в области у нас 13 налоговых инспекций базовых, где именно есть контрольные подразделения, в маленьких районах их нет. Наверное, это степень доверия со стороны государства, бизнесу, не заниматься контрольными функциями именно постоянно, а точечно, предметно выбирать того, где действительно кому надо уделить внимание и проверять того человека. Да и работать и развиваться в таких условиях, согласитесь, комфортнее? Совершенно согласен, а когда еще инспектор вам подскажет на ошибку, а это у нас сегодня называется камеральный контроль, мы ушли от документальных вот тех вот понятий документальной проверки и мы сегодня больше контрольных мероприятий делаем и ставим на камеральном контроле, когда инспектор говорит, посмотри, пожалуйста, направив платежику уведомление, что вот там, возможно, у тебя ошибка. Он смотрит, если ошибка есть, он ее исправляет, подает уточненную декларацию и исполняет налоговые обязательства, но без применения каких бы то ни было административных штрафов или экономических санкций. Вот это действительно, скажем так, взаимопонимание между бизнесом и государством. Жена Яковлевна, подключайтесь к разговору. Я знаю, что до 2010 года вы занимались розничной торговлей, после в Светлогорске создали Центр поддержки малого и среднего бизнеса. Как ваши коллеги из района оценивают и развитие законодательства налогового, и те условия, которые сегодня созданы для осуществления своих видов деятельности? Я работаю в бизнесе 19 лет и Центр поддержки предпринимательства в Центре поддержки предпринимательства более 10 лет. Ну, что хочу сказать, что хочу отметить. Налоговое законодательство за этот период изменялось очень много раз. Но для малого и среднего предпринимательства налоговый кодекс в таком виде, как есть, это очень громоздкие документы. И, конечно, хотелось бы, к сожалению, для госорганов, а к счастью, для предпринимателей, чтобы на сегодняшний день он был более прост, потому что там очень много отсылочных норм. И простой предприниматель не всегда умеет его правильно прочесть. Ну, и как бы результат налогового кодекса регулирует или рост, или снижение количества налогоплательщиков в стране. Правильно? Вот. Поэтому мы бы хотели, конечно, снижение, упрощение налогового кодекса, ну, для того, чтобы заплатил налоги и спал спокойно. Когда мы сегодня говорим действительно про упрощение налогового законодательства, мы, как государственные службы, с этим совершенно согласны. И отрицать этого нельзя. Как я уже говорил, чем понятнее закон, чем легче его выполнять. Так вот, для малого бизнеса, а сюда и относятся категории от самих индивидуальных предпринимателей, сегодня я считаю, что те формы налоговых платежей, это уплата единого налога или упрощенная система налогообложения, как вот при упрощенной системе, надо просто суммировать свою выручку, да, за месяц и оттуда, или за квартал, оттуда просто исчислить 5%, чего еще проще. Очень много сделано по упрощению ведения учета самих учетных документов. Один журнал по учету выручки. Вот, поэтому пожелания бизнес-союза, я считаю, мы всегда выслушиваем и всегда идем навстречу там, где сегодня можно пойти. Потому что, чем проще действительно исчислить налог, тем легче будет где-то бизнесмену и он будет увереннее развиваться, он будет понимать, что он нигде никогда не допустит ошибку. И бизнес свой будет стабилен. Но, кстати говоря, вот действительно слышат ли сегодня голос бизнеса законодатели и самые разные службы? Я знаю, что начиная с 2012 года вы входите в состав сначала регионального, областного, а затем и национального совета по развитию предпринимательства в Белоруссии. Вот чувствуете ли, что голосу бизнеса прислушиваются, в том числе при формировании, шлифовке законодательной базы? Да. Действительно, с 2012 года у нас идет постоянный диалог с госструктурами. Практически во всех министерствах созданы рабочие группы по шлифовке законодательства. Поэтому сейчас гораздо проще работать. Если есть какие-то вопросы, то мы сразу показываем их. Ну, потому что как бы есть проблемы, когда налоговое законодательство корректируется или другие даже нормативные акты корректируются. Не всегда бизнес-союзы раньше принимали участие в этом. Но, как бы, мы все-таки практики, правда? Вот. Поэтому на сегодняшний день это очень большая работа, создана диалоговой площадкой и проблем с этим нет. Может быть, в тему есть хороший пример тех инициатив бизнес-сообществ, которые действительно воплощены в жизни? Перечислю вопросы, которые были инициированы предпринимательской средой и уже воплощены в жизнь. Это указ президента Республики Беларусь номер 40 о фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты. Знаменитое требование индивидуальных предпринимателей работаешь, платишь, не работаешь, не платишь. Закон об обращении с отходами для субъектов хозяйствования. Проект указан номер 338 о налоговом консультировании. Также в ходе встречи председателя Совета по развитию предпринимательства Александра Генриховича Турчина с предпринимателями Гомельской области в апреле 2018 года одной из наиболее острых обсуждаемых проблем стало внедрение системы контроля налоговых органов из КНО. И ставился вопрос о переносе сроков подключения кассового оборудования к системе контроля налоговых органов, ее доработки для внедрения новой технологии и практику работы предпринимателей. В результате сроки подключения кассового оборудования к СККО были перенесены и вот на сегодняшний день уже есть операторы программного обеспечения, что как бы очень радует бизнес. потом очень большая работа проводилась межведомственной рабочей группой в комплексной корректировке налогового кодекса. Мы давали очень много своих предложений. Это вы сейчас уже про редакцию 2019 года? Да, да, про редакцию 2019 года. И колоссальная работа была проведена и поэтому ну как бы в то же время следует отметить конструктивный диалог во время работы. Не все вопросы были конечно решены, но как правило бизнес всегда хочет проще государство, но это так и должно быть. Вот, хочу отметить, что на время встреч было демократичное обсуждение и стремление всех сторон к поиску оптимальных решений. И вот совсем недавно мы принимали также участие, мы подняли проблему вот в работе принятого постановления, который не обсуждался с бизнес-союзами. Это было Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Было принято постановление номер 94. Это 6 декабря 2019 года о тарифах на услуги транспортных терминалов. В связи с принятием этого постановления, которое все-таки недоработано было и ухудшило работу индивидуальных предпринимателей и субъектов хозяйствования. Но опять же с помощью советов по развитию предпринимательства мы решили эту проблему и как бы на сегодняшний день она практически отсутствует. То есть все-таки диалог это действительно есть, ваш голос слышат. Над чем сейчас работаете? Я знаю, что в том числе вы включены в состав рабочей группы при профильном министерстве. Да, но на сегодняшний день у нас очень острая проблема это маркировка индификационными знаками в Евразийском экономическом союзе значит и как бы она очень сильно волнует предпринимателей потому что это, ну проще говоря маркировка обувных товаров. Ну вы знаете, что сейчас индивидуальные предприниматели практически все закупаются таким товаром в Российской Федерации и как бы есть вопросы которые мы не можем здесь решить эти вопросы потому что они напрямую относятся к Российской Федерации к законодательству но спасибо министерству по налоговым сборам мы как бы обратились с этим вопросом и они очень быстро откликнулись собрали значит рабочую группу мы два раза значит участвовали в этой рабочей группе потом по нашей просьбе мы попросили на базе Гомельской областной налоговой инспекции спасибо им они всегда идут на такие встречи мы сделали первую в республике видеоконференцию в онлайн режиме естественно значит с министерством по налогам сборам и после нашей конференции уже такие конференции прошли по всем областям республики мы уже говорили в этой студии что проверок в разы стало меньше и все-таки не могу не спросить про контрольную функцию налоговых органов Владимир Васильевич каких успехов достигли в последнее время и если по простому что это дает области и бюджету Александр чем хороша контрольная функция сама ее суть заключается я считаю на сегодняшний день в том что платильщик знает что у налогового органа есть эта функция и для добросовестного платильщика он понимает что есть такая функция он исполняет свое налогообязательство добровольно и только в двух процентах где скажем так нет исполнения добровольного налогообязательства а в области 98% добровольных поступлений платежей я говорю вот 2% и вот эти 2% они где-то подпадают именно уже под контрольную функцию и тогда мы первое что я уже сегодня отмечал занимаемся камеральным контролем и говорил что более порядка 57% проверок всех по первому полугодию а их было проведено 950 проверок по первому полугодию 57 проверок это проверки именно камеральные связанные с камеральным контролем остальная большая часть которая осталась это проверки субъектов хозяйственных на ликвидацию или 4% это вот те документальные проверки действующих субъектов хозяйствования которые ведут бизнес вот эта степень доверия сегодня государства к налогоплательщику ну да есть результат вот вы сказали об экономическом эффекте доначислено налоговых платежей и предотвращен возврат налога на добавленную стоимость именно по документальным вот этим проверкам порядка 10,5 миллионов рублей я считаю что это значительная сумма деньги которые пошли на развитие региона что важно деньги которые пошли скажем так и на развитие региона какие-то платежи зачисляются в местный бюджет какие-то платежи зачисляются в республиканский бюджет но консолидировано в бюджет республики Беларусь взысканы 10,5 миллионов рублей по документальным проверкам а если мы говорим о камеральном контроле его эффективность выше чем от документального документальных проверок и сумма доначисленных платежей это порядка 15 миллионов рублей когда мы послали платежщику уведомления их отослано за первое полугодие 1800 и 87% от этих уведомлений пришло ответы от платежщика что да там есть ошибка и люди добровольно исполнили свое налоговое обязательство вот я уже сумму эту обозначил и это тоже деньги и в местный бюджет и в республиканский бюджет суть основного основная для контрольных мероприятий это чтобы любой платеж или юридическое лицо или индивидуальный предприниматель или физическое лицо когда мы проверяем и сверяем его доходы с расходами понимал что такая функция есть и это подстегнет всегда добровольно исполнить то что он должен исполнить ну что ж а мы постепенно переходим к подведению итогов все таки я думаю согласитесь для того чтобы система работала эффективно как часы очень важно еще и отношение населения все ли люди до конца понимают для чего мы платим налоги и на что они идут Татьяна Николаевна вы знаете что наверное для того чтобы все люди понимали у нас уже в нашей инспекции в нашем районе это уже как традиция мы обучаем детей экономической грамотности финансовой грамотности ну вы говорили что пока родители платят налоги уже в детской комнате да это один момент тематические учебники мы еще выходим в школу мы проводим в школе уроки финансовой грамотности кроме того у нас в инспекциях осуществляется день открытых дверей то есть к нами приходят дети мы проводим экскурсию по инспекции и вы знаете что порой даже не детские вопросы дети задают а какая у вас зарплата какое нужно образование чтобы у вас работать очень активное устраиваем викторины после викторин и после того как мы провели с ними урок финансовой грамотности мы им предлагаем на листочках изобразить рисунки что бы они хотели видеть в нашем городе они настолько активно рисуют и представляют эти рисунки поэтому вот эту работу мы наверное и будем продолжать мы как никто другой понимаем что наши дети это будущие налогоплательщики лариса даниловна я понимаю что о финансовой грамотности говорили и восьмидесятые вот сегодня кто как не вы можете провести параллель и проанализировать что действительно эффективнее всего может грамотно и четко объяснить и стать хорошим мотиватором почему нужно платить налоги ну работа с населением с людьми велась всегда то есть мы тоже всегда объясняли людям что такое налоги куда они идут мы сотрудничали с радио с редакцией выходили в организации предприятия организовывали круглые столы чтобы люди понимали что такое налоги и куда эти деньги идут они же ведь идут только на благо нашего народа поэтому вот эту эстафету послушав Татьяну Николаевну они взяли у нас то есть мы им передали ну и конечно пожелания не заканчивать эту работу потому что все равно еще встречаются люди которые вот как-то недопонимают что такое налоги и для чего их нужно платить или не хотят понимать может быть так удобнее возможно может и не хотят понимать да 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 я уже как бы осталась немножко вне инспекции поэтому я уже немножко больше общаюсь с людьми вот ну и даже сейчас я стараюсь им все объяснять еще бы с таким опытом Владимир Васильевич вот подведем черту в разговоре что необходимо для того чтобы та самая налоговая грамота была по-настоящему понятна и вы кстати об этом говорили что критерии оценки главной налогового законодательства чтобы им умело могли пользоваться не только ваши коллеги но и жители страны я здесь с вами на сто процентов согласен и для того чтобы действительно люди были у нас подкованы в этой ситуации я всегда говорю так что надо идти на встречу к налогоплательщику вот налоговый орган сделает два шага и будет достаточно если налогоплательщик к нам на встречу сделает один шаг и вот сделав два а не шаг мы найдем взаимопонимание мы найдем точки соприкосновения и вопросов по исполнению и наполнению бюджета я думаю никогда не возникнет именно встреча с бизнес-союзами внимательное изучение вот этих проблем которые есть изучение зарубежного опыта изучение инициатив которые уходят просто от граждан если мы это все вместе совместим я считаю что мы будем наполнять бюджет республики Беларусь в тех плановых назначениях которые он необходим и так это были наши выводы сделайте свои на этом ставим точку встретимся ровно через неделю здесь в студии на Пушкина 8 до встречи субтитры и субтитры субтитры